Так, я больше не буду брать твои зелья, они делают только всё хуже. Ой, да ладно тебе, зато космос увидел. Всё, не мешай мне, надо видео успеть загрузить. И да, Руди, можешь принести воды? А, воды? Да-да, конечно, сейчас. Как вы и просили, Сай. Обязательно на балконе это делать? Меньше слов, больше пей. А, ладно. Эээ, что ты мне подошёл в стакан? Опусти меня живо на землю! Лети, лети, как птица любви. А-а-а-а! Да, зато теперь дверь чинить не надо. Когда этот ролик наберёт 50 тысяч лайков, я выпущу новое крутое видео. Итак, друзья, сегодня мы пройдём Майнкрафт на самой максимальной левитации. Списываем данную команду и приступаем к добыче дерева. Так как мы находимся в воздухе, добывать дерево чрезвычайно сложно. Как же долго оно добывается? И так как мы находимся в воздухе, мы не можем никаким образом подобрать предмет. Но всё же у меня получилось забрать своё дерево и теперь приступаем к крафту. Также у нас очень сильно лагает игра, мы не можем открыть верстак. В будущем я вам покажу, как решить эту проблему. Тем временем я уже скрафтил основные предметы, а теперь идём в шахту. Я могу плыть, я могу плыть. А вот и как раз таки фишка нашего прохождения, ведь вода это наше спасение. В ней, к счастью, левитация не работает. Отдыхаешь, дружище, да? При помощи вот таких вот водопадов мы можем регулировать высоту нашего полёта. Ведь на 255 уровне мы не можем опускаться и подниматься вверх. Добываем камень и теперь отправляемся на поиски железа. Ведь оно нам срочно нужно для крафта ведра. К счастью, железо находилось прямо на горе, поэтому я пошёл к водопаду, отрегулировал высоту и отправился добывать то самое железо. Правда, с первого раза у меня не получилось, поэтому мне пришлось возвращаться обратно к водопаду и вырегулировать снова. Начинаем добывать железо. Также при таком прохождении главное добывать блоки, которые находятся над вами. Тогда они точно будут падать к вам в инвентарь. Понимаем, что у нас нету дерева. О нет, опять за деревом идти. Но затем я вспомнил, для чего нам дерево, когда есть уголь, поэтому я сразу же отправился его добывать. Друзья, это самый сложный челлендж, который я вообще когда-либо брал. Ведь здесь добычу дерева можно сравнить с уничтожением эндер-дракона. Для того, чтобы подобрать дерево, я решил сделать вот такой вот рот, чтобы вода просочилась, я попал в воду и, соответственно, смог забрать все ресурсы. Тем временем, железо переплавилось, собираем железо и крафтим ведро. Как говорится, куча железа, пока горячо. Пока оно не пропадёт. Где железо? Железо в итоге у меня упало и мне пришлось снова спускаться вниз. Это самое настоящее мучение. Зато, находясь в воде и стоя на блоке вне воды, мы очень быстро добываем блоки. Просто не берётся. И да, друзья, из-за такой нагрузки на игру очень часто происходили баги, и мне приходилось перезаходить в игру. Эээ, почему я лечу сейчас? Битва скелетов, как захватывающее. Вот и сражайтесь там, а я буду летать. Забираем ведро воды и отправляемся на поиски шахты. И да, друзья, если подниматься нам очень легко, ведь можно использовать различные лестницы или воду, то спускаться это просто ужас. Нужно постоянно очень быстро нажимать на шифт, иначе вы не сможете спуститься по потоку воды. Добываем всё найденное железо и отправляемся наверх, чтобы скрафтить портал в ад. Мне кажется, уже самое время отправляться туда. Но хочу вас предупредить, это будет супер сложно. Как много железа здесь. Если в обычном Майнкрафте мы добываем железо за пару секунд, то в этом Майнкрафте нам приходится страдать. Для того, чтобы уничтожать моба, повторяем те же самые действия. Ставим ведро воды, спускаемся в них, уничтожаем, потом ставим ведро воды, забираем лут и всё готово. Не забываем добыть шерсть овечек, ведь это самый необходимый ингредиент. Сегодня фиксая будет спать. На моё дикое удивление я нашёл очень быстро лаву, она прям находилась рядом со мной. Корова? Куда ты поплыла? Это водяная корова, друзья. Приступаем к созданию портала в ад. И опять этот бак, когда я не могу открыть печку. Откройся. Ставим воду, заходим туда и тогда уже мы можем открыть печку. Причём это некий челлендж. Ведь мне нужно успеть, пока я не спущусь по воде вниз. Ага. О господи, я забыл, что я летаю. После этого я пошёл добывать гравий. Прекрасный вид. Какой ещё прекрасный вид? Ха-ха, благодаря шалкеру. Нигде его не нашёл, но вспомню, что он у меня всё это время находился в инвентаре. Он всегда был со мной. Наконец-то. Крафтим зажигалку и поджигаем, наконец-таки, портал в ад. В принципе, мы готовы уже идти. О-о-о, слава богу. Мне очень сильно не повезло с генерацией мира, ведь я нигде не мог найти железо. Я находил только один уголь. Зато посюду были криперы, которые всегда взрывались. О, спасибо за блоки. И спустя минут 20 я наконец-таки нашёл каньон шахты и начал добывать железо. Нет, 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 ты куда полетела? Но, как всегда, мне не повезло и там оказалась одна штука. Куда он пропал? А вот. А ещё мне попался крипер, который почему-то не мог пройти. Сложно, ты пройти не можешь. А-а-а! Есть также ещё одна очень серьёзная проблема. Ведь когда мы получаем любой урон, нас откидывают за километр. Поэтому в аду мы будем реально страдать. Приходим домой, крафтим железную кирку, железный топор, железный меч, железную лопату. Перерабатывая мясо, крафтим себе синюю кровать. Пишите в комментариях, почему именно синюю. Я буду спать только на синей кровати. Увидел первых эндерменов и зря я к ним пошёл. Только не смей. Не смей. Как ты посмел. Ведь к такому я был ещё точно не готов. А-а-а! Так как ты это сделал? Я буду как спрут. Мне и спрутом быть хорошо. Забираем наше мясо, а также крафтим железный нагрудник. Эта куртка мне определённо не к лицу. Для того, чтобы нам выжить в аду, нам потребуется огромное количество лодок. Для этого возвращаемся обратно в лес, нарубаем деревья и крафтим огромное количество лодок. К сожалению, это ад, поэтому ведро воды нам не поможет. И поэтому это будет очень сложно. И как мне здесь перемещаться вообще? К счастью, лодки спокойно работают, и поэтому я всё время передвигался вниз по лодкам. Ставил блок и потом лодку. Но почему-то я не догадался просто сесть в лодку и спуститься вниз. Почему? Я сам не знаю. А, я же могу... Стоп, а я могу спуститься? Да, я могу. Тихо. О, нет. Я один это вижу? Я ставлю доски, но они... Спустя 252 попытки я всё-таки смог спуститься вниз на лодке. К счастью, для меня крепость находилась очень близко. И я здесь раздумывал, как же мне подняться наверх. Я пробовал поставить лестницы, но у меня ничего не получилось. Затем я додумался, что я могу поставить огонь и от этого дамага подняться наверх. Это просто гениально. И вот мы уже находимся в логе в эфритах, добывая наши первые эфритовые стержни. К счастью, для нас эфриты летают, мы тоже летаем, поэтому мы с ними наравне. Чтобы вы понимали, ад является самым сложным этапом в нашем прохождении, ведь там не работает вода. Если мы поставим ведро воды, то вода просто испарится. Соответственно, нам всегда нужно под рукой иметь очень много лодок. Ну а теперь при помощи лодки огня пытаемся каким-то образом вернуться к порталу. Честно вам скажу, я провёл на этом месте около часа. Уставлять вам полные кадры это будет очень скучно, поэтому я решил всё сократить. Садимся в лодку, падаем, оказывается рядом с порталом. Затем мы берём зажигалку, поджигаем блок и от дамага поднимаемся наверх. И вот мы уже находимся в портале. Но не гениально ли? Идеально входим в портал. Это было невероятно сложно. Надеюсь, я больше не попаду в этот атак. Ну а теперь приступаем к добыче эндерперлов. Благо это делается очень просто, ведь мы находимся наверху и они просто не могут до нас достать. А тем временем мы можем их уничтожать. Просто по миру летаем ночью и уничтожаем эндерменов. Эй, а ну отойди, отдай ему эндерперл. Затем, после того, как мы добыли достаточное количество эндерперлов, приступаем к крафту. Из фритовой стержня делаем фритовый порошок, совмещаем с эндерперлом и получаем мока эндера. У меня получилось 10 штук и надеюсь, что мне этого хватит. Также берём с собой кучу ведер с водой и крафтим огромное количество лодок. Деревня! Хоть я и нашёл деревню, заходить в неё я не стал. Это что, птица? Это самолёт? Нет, это летающий фиксай. К сожалению, я забыл забрать кровать, поэтому мне пришлось спускаться вниз и снова добывать шерсть для крафта кровати. Это ужасно сложно. Также по пути я впервые увидел светящийся коралл, они настолько красивые, что мне прям захотелось там остаться. И да, друзья, ни в коем случае не кидайте ока эндера, находясь над водой, ведь потом достать его будет просто невозможно. А ещё не кидайте ока эндера среди деревьев, иначе придётся вам корячиться, как и мне. Как же долго передвигаться с левитацией, даже не можешь нажать Ctrl, чтобы побежать. Зато еда почти не тратится. Спустя огромное количество времени я наконец-таки смог найти расположение крепости. За всё прохождение я ни разу не копал под себя, и слава богу. Но когда мне пришлось это делать, я понял, что это самое настоящее мучение. Сначала нужно сломать три блока под собой, затем поставить воды и снова ломать. Итак, пробираемся через крепость. На удивление, я нашёл очень быстро портал. Поломаем спавнер чешуйниц и вставляем ока эндера. Вау. Прежде чем отправляться, не забываем поставить кровать и поспать. И да, не используйте лучше лодки. Почему я горю? Что? Что происходит? Что происходит? Нет! Нет, нет, нет. Как мне спуститься? В принципе, я выглядел вот как-то так, находясь в самом настоящем космосе. Но благо у меня были с собой эндерперлы, поэтому я смог спуститься вниз. Единственным способом уничтожения кристаллов для меня было самопожертвование. Ведь, к сожалению, снежки и стрелы никаким образом не работали. А если мы будем подниматься на воде к кристаллам, то нас будет откидывать на километр вверх. Стрелы не работают? Уничтожать дракона с левитацией просто невозможно. Это заняло у меня более двух часов моего времени. Я очень сильно старался для вас, друзья. И так уже все подходит к концу. Наносим последний удар. И да, мы уничтожаем с вами эндер дракона. Если вам понравилось это прохождение, если вам понравилось видео, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить новые видео. Также кликайте прямо сейчас по другим видео по рубрике «Как пройти Майнкрафт». Вы видите их прямо сейчас на своем экране. Для вас понравилось это фиксация. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Пока.